Всем привет! Сегодня продолжаем наше немецкое путешествие. И сейчас мы с вами находимся по дороге в такой замечательный гонзейский город Любек. Это один из гонзейских городов. Это было такое целое объединение. Города торговые или купеческие, как их называли на Руси когда-то. Кстати, помимо немецких городов, насколько я знаю, в Гонзейский входил еще и Новгород Великий. Это российский город, но вот у него тоже там было очень много немецких купцов. На самом деле, очень плотно всегда он сотрудничал, скажем так, с Германией, поэтому тоже входил в состав гонзейских городов. Ну, сейчас не об этом, а едем мы в Любек. Ехать нам еще где-то километров 150 от нашего города, где мы остановились в цели. И, собственно, в Любеке помимо экскурсионной программы постараемся пройти нашу нумизматическую обязательную часть. Впереди долгая дорога, отличная погодка. Ну, приедем в Любек, посмотрим, как там что-то будет. Продолжение следует... Продолжение следует... Одна из главных площадей Любека, наткнусь на такое интересное собрание молодежи и довольно драйвовая музыка. Пойдем посмотрим. Конфигент такой разный, от бабушек до Снефоров. Пойдем посмотрим. Вот мы уже идем по улице Хукштрассе. Видел, что здесь должен быть один из магазинчиков. Кстати, такой. Надя классно повязан. На подходе к магазину мы видим уже здесь много всяких антиквариатных, декоративных магазинчиков, лавок. Много всяких книжек старинных. Видел специальные станки какие-то печатные. Ну, в общем, все, что касаемо антиквариата. Ну, очень много такого, как и в любом центре города, но я, собственно, не очень таким увлекаюсь. То есть, пойдем посмотрим непосредственно монеты. Ребят, вот мы и пришли. Вот такой нумизоматический магазинчик. Мюнсен, Бриф, Маркинг, Голд, Сильбер и продажа и тому подобное. Но, к сожалению, он закрыт. Я вот смотрю, здесь есть время работы с понедельника по пятницу с 10 до полседьмого в среду до обеда. Вот что такое Sonnenbends. Не знаю, но... Короче, это, наверное, какие-то периоды. Ну, в общем, сейчас нет. Ну, мы видим, тут какая-то есть карточки, монеты, каталоги. Там 100% есть монеты, но, к сожалению, доступа у нас сейчас нет. Да, вот это вот все, вы видите, куда дальше это все этот магазин. Ну, что не судьба, значит. Не судьба. Мы будем смотреть в другой раз. Пойдем смотреть еще какие-то другие магазины. Может, там найдем. В общем, мы сейчас зашли в магазин Капштадт. Это один из таких крупнейших супермаркетов. И я знаю, что здесь есть что-либо для нумизматики. И, собственно, вот здесь как раз мы находимся с вами в отделе нумизматическом. Я вижу, что есть такие евро. И вот даже с Гагарина монетки. Да. 2011 год. Видно, посвящено, получается, до 50-летию полета авто. Космос. Очень интересные монетки. Хотя это просто упаковка. Да нет, вот там есть даже 5 евро. Интересно, сколько она стоит. Сейчас посмотрим, разберемся. Так, вот такие. Тут, собственно, для нумизмата различные наборы есть и такие капсулы. Или это даже не капсула. Это такая вот рамочка. Сюда можно монету ставить. И будет вот в таком виде находиться. Для особо ценных монет, скорее всего, различные капсулы. Для двух евро, для пяти дейчмарок, для двадцати десятицентовых монет. И просто вот по диаметру различные, которые подходят для разных монет. Нормальные цены, в принципе. 11.95 здесь тоже. Вот. Есть такая интересная коробочка. Это видно для подарочных монет. За 4.95, но можно себе такой вот приобрести. Вот так открывается. Да, вот такая интересная штука. Это если подарочную потеряли, упаковку можно и возобновить. Что тут есть у нас еще? Есть различные марки. Марки это, мне не очень интересно, куча альбомов. Альбомов для больших банкнот, для маленьких. Щипцы. Для работы с монетами. Разные весы, микроскопы. Тут вот все есть лупы. Капсулы прикольные. За 10.95. Не знаю, сколько их здесь штук, но... 24, да, на 24 таких. На 24 отделения. Что самое обидное, что самих денег здесь нет. Есть вот только, вот кстати, альбомы для 2 евровых монет. Вот такие прикольные. Так, есть. Короче, схема выглядит таким образом. Монеты здесь не продаются, но вы можете выбрать любой из вот этих наборов. Вот, если он есть в наличии. Берете с собой вот эту карточку. Кстати. Всякие разные. Есть и евро. В общем, вот так. Когда берете с собой эту карточку, допустим, вот хотим мы купить такие 2 евро 2008 года французские, берете с собой, подходите на кассу и вам там в обмен на эту карточку при оплате выдают уже эту монету. Ну, вот так вот можно выбирать, в принципе, всевозможные. Ну, к сожалению, самих монет нет, я видел, только вот здесь есть. Есть вот такие наборы за 34 евро практически. Вот за 54 евро. Это набор San Marino. San Marino, очень, очень редкий. Так, греческий за 19,99. Ну, в общем, такое. Вот еще такие есть банкноты интересные. Рейхс-банкнота. 20 евро стоит такой наборчик. 100 марок, 1000 марок, 50 марок. Очень интересные. 1000, 5000 марок, слушайте, прикольно, это 1922 год, 1914 город, год. А это вообще, что это, 10 марок, прикольные, конечно, наборы, интересные. В общем, это все марки, немецкие, старые марки. 150,000, прикольно, 20 евро такие наборчики стоят здесь. На этом наше знакомство с Любиком закончилось. В принципе, приключение получилось очень интересное, познавательное, увлекательное. Хотя в нумизматическом плане особо в Любике посмотреть нечего. Поэтому было принято решение переехать в Гамбург, где у меня было несколько известных нумизматических адресов. И, собственно, у нас получилось снять кое-что интересное. Далее вы видите несколько кадров из нашей поездки, а все остальное более подробно покажем в следующей серии. До новых встреч и до нового города. Всем пока.